Всем привет! Меня зовут Максим Епихин, я представляю сообщество MicroEngine и в этом видеоуроке мы поговорим о том, как создавать звуки. В принципе, тема достаточно банальная, все вроде просто, у нас есть тут саунд, мы выбираем, что хотим, но сегодня мы поговорим о звуке фоновом, то есть, например, там море, ну и так далее. Теперь только мы сделаем уже не как в большом количестве уроков, в общем, в большом количестве уроков показывают просто, берут, ставят звук и все, и обо его смотрите. Нет, мы сейчас сделаем более интеллектуальную систему, которая нам позволяет уже самим регулировать степень громкости звука. Итак, значит, для начала мы, давайте, вот мой островочек такой, давайте, черепашку добавил, прикольная тема. Давайте для начала мы создадим область, вот, Area, Shape. И в начале мы отметим, у нас будет как бы одна область с двумя настройками. Значит, сначала давайте мы сделаем внутреннюю область. Начнем, только мы делать будем это аккуратно. Со всеми такими нюансами нашего Тирайна. Чтобы звук был... Так, вот это потом передвинем. Чтобы звук был очень четко во всех местах. Ну, что ж, продолжаем пока все это делать. На самом деле, очень такое тягомотное занятие. Так, ну вот, в принципе, область внутреннего звука мы сделали. Так, а сейчас нам нужно сделать область внешнего звука. То есть, нам нужно еще вот так вот пройтись. То есть, давайте тогда продолжим это делать тут. Ну, вот, кстати, мы уже можем не так аккуратно все это делать. То есть, вот это, короче, крайняя рамка будет звука нашего. В моем случае, это будет звук моря. Так, а вот теперь нам нужно закрыть. Закрыть область. Давайте мы ее вот так закроем. Два раза кликаем. Так, отжимаем, смотрим, что получилось. В принципе, ничего непонятного. Вообще ничего непонятно. Нажимаем на... Нашу сетку. Нажимаем Edit Shape. А, нет, не нажимаем Edit Shape. Нажимаем Reset Height. И вся высота восстановилась. Теперь нам нужно... Визуально для нас это сделать удобней. И, в принципе, вообще это сделать визуально. Нажимаем вот этот Height 40. Это, кстати, тоже влияет на звук. То есть, например, чем дальше мы будем вот таким вот образом, тем меньше будет слышен звук. Но в нашем случае это будет 40. Нажимаем Display Fillet, да? Чтобы показать области. И вот, например, мы видим вот здесь стычку. То есть, в принципе, он будет здесь нормально работать. Но вы также можете это собственноручно подкорректировать. То есть, например, отодвинуть что-то сюда и так далее. Также мы можем удалять точки. Давайте я вам покажу это, как делается. Нажимаем Edit Shape. Нажимаем вот эту точку. Два раза кликаем, удалили. Ну и сетка автоматически сама подгоняет. Что нам нужно сделать? Ну, она просто сейчас, в данном случае, она просто урезается. Так, ну, теперь у нас, в принципе, есть область. Даже очень высокая. Давайте 20. Игрок-то вроде в нашей игре не убежит дальше. Вот. И, соответственно, если вам не нравится вот такое расположение, вы выделяете эти точки к инструментам Edit Shape и двигаете ближе. Далее нам нужно теперь создать звук, Sound, Embed Volume. Так. Вы можете поднять его, конечно, выше, чтобы не путаться, чтобы он вам не мешал. Но это уже на ваше усмотрение, на самом деле. Ну и давайте пропишем в строчке Name звук наш. Я уже его выбрал. Находится он в папке Environment, Forest, Waterfall, Sweet. Это просто один из лучших, которых мне удалось найти. Если вы найдете какой-нибудь еще, это будет очень круто. Радиус нам уже не важен, поскольку у нас звук сейчас будет привязан к области. А если вы так не хотите делать, то радиус ставите там 50-20, и вот относительно центра он будет уже лучше. Но нам это не надо. Мы выбираем теперь наш Shape, нашу сетку. Нажимаем, крутим вниз, нажимаем Pick. И чекаем наш звук. Вот Embed Volume 2. Все, осуществилась привязка, проверить которую я вам предлагаю в игре. Так, сейчас я надену наушники, чтобы самому слышать. Ну вот, смотрите, мы отходим дальше. И становится все тише, подходим ближе. Все, и мы находимся в самом, в самой сетке. Здесь начало бы звук даже приглушеннее стал. Еще в, сейчас я вам покажу, вот в этой области, вот в этой, то есть между этой стенкой и этой, у нас стопроцентный звук. Посмотрите, сейчас я захожу за стенкой. И вот в самой стенке. То есть получается, что в стене звук стопроцентный, за стеной, в любой из ее сторон, звук уже, соответственно, угасает. Также вы можете покопаться над настройками самого звука. Вот они все находятся здесь. И, ну, здесь, естественно, такие настройки не особо важны для фонового звука. Ну, в принципе, наверное, на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Максим Ипихин. Я представляю сообщество MicroEngine. В этом видеоуроке мы, наконец-то, научились добавлять звуковые эффекты в нашу игру и поговорили чуть-чуть о зонах. Ждите новых уроков. Всем пока. Не забывайте подписываться на канал, конечно же, комментировать. Буду очень рад вашим заявкам на видеоуроки в группе ВКонтакте, поскольку это отличный способ коммуникации. Ну, ладно. Всем пока. Всем удачи. Разрабатывайте, чтобы у вас все было хорошо.